так я купил вот таких досок толщина я не знаю сантиметра но по 5 выложу их выложил их вот ширина у них по 20 сантиметров по ходу полового доска вот так вот я их выложу такой квадрат получился и теперь мне нужно убить в центр гвоздик и нарисовать круг и вырезать этот круг лобзиком или бензопилой будем смотреть в общем чем будем резать попытаемся лобзиком дальше будут видно на край я положил доски потоньше вот где у меня тут подбракованы на в центре там таки равноценно ну что будем рисовать круг вот Продолжение следует... Сантиметр за сантиметром мы продвигаемся, значит вот так вот у нас уже мы вырезали круг, режу его лобзиком за исключением вот этих вот продольных частей, сразу скажу что это безнадежное дело, никому не советую так делать, вот такая пилка. Стоит у лобзика смоленский инструмент, надо сказать это пятерочка, но проблема в том что это сосна сырая, мало того что она толстая, так она еще и сырая, поэтому вот где древесина похуже, то есть здесь она уже грибок у нее или что это я не знаю, ну это больное дерево, вот оно еще режется проще, а вот уже где нормальная древесина невозможно. Основание этого стола, вот этот чурбан, я его тоже приволок, 70 сантиметров он в диаметре и 70 по высоте, ну как кухонный стол. Значит вот где идет вот так вот поперечина, да, как бы режется нормально, но чем дальше мы уходим на продольный, выворачиваемся на продольный рез, он режется медленнее, хуже и хуже. Для того чтобы отпилить такую доску, наверное надо минут пять держать лобзик, ну кстати не греется, пробовал я и китайским этим лобзиком бешеный, его так можно и назвать бешеный, потому что обороты в нем не регулируются, он сразу как бешеный, кстати пилит он лучше, наверное или ход больше пилки, или же обороты выше у него, но он быстро греется и в этой древесине он начинает дымить, тот же медленно, но уверенно, не греется, вопросов не возникает. Ну почему из таких толстых досок, потому что создает вид, тонкие доски на круглом столе такого диаметра они бы вообще никак не смотрелись, ну так вот, вот такой круг вышел, вот в диаметре он почти два метра, Ну, желательно конечно, вот видите, да, ну я краешки тоже рубанком прошелся, но потом я еще буду его шлифовать весь, после шлифовки, еще немножко по краям нужно будет пробежаться, Ну а потом после шлифовки посмотрим, теперь вложим наоборот, вот эту сюда, мне неудобно одной рукой и снимать, и так же Эх, провод, это двумя рукой, ну вот так, ну теперь он у нас должен будет выглядеть, этот стык, вот таким вот образом, то есть, Грани срезаны и получается такой вот, продолжаем, значит, изготавливать нашу столешницу, пока мы занимаемся столешницей, Какие, к этой столешнице можно уже придумать любые ноги, то есть, такие как у обычного стола, то бишь, это вот такие как-то там, да, либо, вот как в моем варианте, это будет пень, Ну, пень тоже обделать декоративно можно по-разному, там каждый, как говорится, на свой вкус и цвет, Ну, что мне сейчас нужно сделать, чтобы вы понимали, какая толщина здесь материала, сейчас я вам покажу, вот моя рулетка сейчас под руками, Вот, пять с половиной, да, ну, где-то, грубо говоря, пять, это пятерка доска, ширина ее 20, это такая толщина и такая ширина, которую при сушке не гнет, не крутит, ну, сосной ее вообще не крутит, но это идеально, Так, теперь нам нужно снизу, сейчас мы все вот это перевернем, так, значит, что здесь у нас, здесь я просто пока обстрогал рубанком, вот эти полосы, это от того, что в рубанке узкий, вот, видно, да, Выпиливал я его лобзиком, ну, и приходилось прибегать к помощи циркулярки, это вот эту вот часть, вот, то есть лобзик продольно никак не хочет пилить сырую сосну, Сразу говорю, что с сырой сосной повозитесь, это, это лучше не делать, это очень лобзики, сырая сосна, это, это очень медленно, нудно и долго все, это просто муки. Ну, поперек еще вот этот рез относительно, как-то пилится, но этот никак, значит, мне приходилось вот делать такие, ну, такие вот надрезы и потом как-то рубанком состругивать, Ну, с сырой древесиной работать это, честно скажу, тяжело. Так, ну, ладно, дальше можно... Дело в том, что собирать мне его нужно сейчас, он влажный, И в процессе того, как он сохнется, появятся между досками где-то вот такие щели, то есть будут зазоры, ну, как вам, ну, давайте, ну, вот эти, ну, вот такие вот. Да, это не очень гуд, поэтому скручивать я его буду шурупами, чтобы в процессе человек, который его заберет у меня, мог раскрутить, сдвинуть все доски назад. То есть я буду ставить его на две, все это мне нужно скрепить с помощью двух, наверное, я буду делать его, либо разрежу вот такую же самую доску, вот они у меня есть еще, напополам, да, и получится по 10 сантиметров брусья, и два этих бруса я пущу снизу. Так, вот так вот мы располовинили одну такую на две, вот, теперь будут у нас... Два бруса. Так, это обратная сторона стола, значит, скрепить я хочу с помощью вот таких брусков, вот это распиленная такая доска, да, вы видели уже, вот, вот, но... Остается вопрос открытым, как закрепить это вот на этом чурбане все, значит, хочу... Немножко подровнять, так вот запилить с четырех сторон, вот, и тут же... Ну, как бы, как бы вам сказать, вот к этому еще, скажем вот так вот, приделать вот такие по краям поперечины, вот, и эти поперечины будут вступать в те пазы, и на каких-то шурупах дополнительно крепиться. Я думаю, такое крепление будет, как мне кажется, более надежным. Ну, вот, пока у меня такая идея, на чем я останавливаюсь, ну, здесь вот, еще нужно прибить вот так вот, тоже такие же бруски, ну, и потом вот этой вот квадратной, как бы, вот этой чашей, нужно надевать на само бревно уже, пазы. Вставлять, наверное, я так и буду делать пока. Ну, пока. Субтитры сделал DimaTorzok